Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы, недельная глава ТЦВ. И одна из заповедей, изготовить деяния для первосвященника. И нужно было обрабатывать камни. На камнях Всевышний сказал написать имена колен Израиля, 14 камней, 2 камня Оникса на погонах, там 12 сыновей Якова по порядку рождения идут, на каждом по 6 имен. И на нагруднике первосвященника 4 да по 3 камня, тоже по порядку рождения были написаны имена вождей сынов Израиля, 12 колен. И как же написали? Был Всевышний подарен Шамир, такое существо, размером с ячмейное зернышко, и он мог резать по камням. Написали на камнях имена сынов Израиля, и Шамир прорезал все эти имена, вырезал без единой потери. Ни пыли не потеряли, ничего, ни одного скола, все идеально. И не могли люди бы сами такое сделать, если бы не это чудо, которое Всевышний прислал. После этого Шамир исчез. Прошло много лет. Царь Шлома строит храм. Но не тут-то было. Он начинает разбираться, как мог Маше резать эти камни. Ему нужно было резать камни. Он спрашивал мудрецов, как Маше мог резать камни, как он мог что-то делать. Они говорят, с помощью Шамира. Шлома говорит, а где же сейчас находится Шамир? Где его можем найти? Они говорят, мы это не знаем. Тебе же известны небесные пути. Ты можешь общаться с демонами, с шейдами. Ты можешь спросить. Они были созданы тогда же, когда и Шамир создан во второй. Это получается перед Шабатом первым. Они были созданы. Шлома обратился к ним. Как он это делал, мы не знаем. Но он был такой мудрец, что ему было открыто. Не было мудрого человека на земле, подобного царю Шлома, и не будет. Так он спросил. Он спросил их. Они говорят, мы этого не знаем. Но это знать должен царь. Царь демонов. И Ашмадей его зовут. Царь Шлома хочет его найти. И они ему только подсказали, что он находится в гору, где он находится. И у него там есть такой-то бассейн с водой. И он, когда улетает служить Всевышнему, он его закрывает камнем. И прилетает, смотрит, чтобы никто этот камень не сдвинул. В общем, чтобы никто его не отравил. В общем, он это узнал. Он берет человека, которого зовут... Зовут его... Бен-Я-Я, так его зовут. Бен-Я-Я, так его зовут. Он ему объясняет, что нужно сделать. Он говорит, ты должен мне его привезти. Для этого возьмешь цепь с именем Всевышнего, перстень с именем Всевышнего, и пучок овечьей шерсти и фляги с свином. Мышки с свином он набрал и пошел. Пришел он на эту гору, когда этого царя демонов не было. Он взял, просверлил дыру, и вода с этого колодца ушла. Он взял, заткнул овечьей шерстью, взял, заткнул это отверстие и залил вместо воды, залил эти фляги с вином своим. Баул эти вылил. Мешки эти. Все. И сам спрятался на каком-то дереве. Когда он прилетел, царь демоном, он посмотрел, что это вино, а не вода. И он не хотел это пить. Но была такая жара, все вышли, такую жару навел, что ничего ему не оставалось. Он выпил это вино и заснул. Тогда Иояда, Иояда взял и связал его этой цепью с этим перстнем. И когда он проснулся, он мог порвать эти цепи, что угодно, но он крикнул, Иояда крикнул, говорит, на этих цепях имя Всевышнего, которому ты служишь. И мне сказали царь Шлома, чтобы я тебя к нему привел. Ну, когда он понял, что это имя Всевышнего, он пошел с ним. И он идет, и уйдет он с этим, с этим царевым демоном, а они по своей природе разрушители. И он рушит дома там по дороге, он там деревья ломает. И тут бедная вдова обратилась к нему с просьбой, умоляет не ломать ее Сижину. Он ее послушал и не тронул ее Сижину. Но так он сделал это добро, то он сам себе поломал ключицу. Такое интересное в этом рассказе. Идет дальше, увидел, увидел пьяницу, помог ему идти домой. Увидел слепого, тоже ему помог. Увидел он, как жених там радуется, что будет жить с невестой всю свою жизнь. Женихая невеста, он плачет чего-то. Потом он увидел человека, который просит сапожника, шить вот такие сапоги, чтобы он 7 лет в них проходил. Он тоже смеется. Потом увидел он фокусника, он говорит, там далеко, за какие-то 39 земель там находятся, находятся сокровища, какие-то там горы рассказывают. Он смеется шея. Пришли они к царю Шлома, он говорит, он говорит, он говорит, что могила твоя 4 локтя. Отмерил ему на земле эти 4 локтя, вот твоя могила. В общем, царь Шлома все равно с ним разговаривает и говорит, мне нужен Шамир, чтобы построить храм. Он говорит, что от меня это скрыто. Всевышний его так скрыл, что он попал к птице бор. И она живет в горах. Она с помощью этого Шамира раскалывает скалы, бросает семена растений, они вырастают, и этим она питается и кормит своих птенцов. Вот это он ему объяснил и посылает он опять свою слугу, царь Шлома, за этой птицей. Дал ему стеклянную банку. В общем, он пошел, нашел это место, где находятся птенцы, птицы бор. И он взял и накрыл их стеклянной банкой. Птица прилетела, смотрит, птенцам подойти не может. Банка она полетела за Шамиром, положила Шамира на банку, он закричал, выскочил, отпугнул птицу и забрал Шамира. Птица бор поняла, что она не выполнила повеления Всевышнего, и теперь человек может воспользоваться Шамиром, для того, чтобы разрушать этот мир. В общем, она удалилась, она не смогла жить, погибла. Он принес Шамира царю Шлома, и Шлома с помощью Шамира расколол скалы и вырубил камни для строительства храма. Так у нас появился материал для того, чтобы строить храм. И Шлома построил храм, первый храм. Вот так вот. Вот так работает Шамир. Потом Эаяда, бедный Эаяд начинает спрашивать Шейда, ты почему помог этому слепому дойти домой? Потому что он скрытый праведник, один из 36 в этом мире, я ему помог. А почему ты помог пьянице? Он ничего хорошего в жизни не сделал. Вот там что-то одно он сделал, поэтому я ему воздал за то, что он сделал, и у него больше никаких хороших дел нет, и он будет страдать, попадая на страдания. Хорошо, потом, чего ты вдруг плачешь, когда жениха невесту увидел? Он говорит, к сожалению, он жених не всю жизнь, месяц проживется и не встанет ему, умрет он. А чего ты смеешься с человека, который это самое, говорит, что там клад, где-то далеко с фотиком, а он говорит, этот фокусик не знает, что у него зарыт клад прямо под его ногами, а он там что-то рассказывает, смеется, говорит, а чего ты, говорит, человек просит обувь, а ты тоже что-то такое начинаешь смеяться, что-то он 7 лет просит, он говорит, 7 дней не проживет, кей там 7 лет. Вот такие вещи, вот такие вещи мы узнаем из Медраша книги шмот, обедраж ТЦВ, вот так вот. И так сломал нас строит храм. Вот так ему удалось порезать скалы, и теперь можем не удивляться, что ему это удалось, если бы такой помощи Всевышнего не было, естественно, нет. После этого мы не знаем, куда исчезший мир. А на этом наш сегодняшний урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Берта Бат-Исраэль, Самуэль Менгерш, памяти Ури Бен-Харитон, Павел Бен-Ефим, Мендель Бен-Мендель, Яков Бен-Нахум, Владимир Бен-Григорий, за здоровье Светлана Бат-Клара, Шимон Бен-Эцхак, Борис Бен-Мария, Анна Бат-Ривка, Полина Перв, Бат-Соня Сура, Лена Бат-Клара, Жереб Бат-Ида, Анна Бат-Елена, Ефим Бен-Эстер, Двора Бат-Миря, Моисей Бен-Ева, Ирина Бат-Двора, Йосип Бен-Раиса, Инесса Бат-Маэль, Евгений Бен-Берт, Евгений Бат-Ита, Фера Бат-Ана, Геннадия Бен-Элена, Ольга Бат-Светлана, Йосип Дан Бен-Цара, Таня Бат-Фрида, Ида Бат-Рива, Вадим Бен-Патьяна, Юлия Бат-Белла, Яков Йосип Бен-Рахель, Шимон Бен-Миро, Фейга Бат-Берта, Ася Бат-Года, Марк Бен-Нина, Ира Бат-Вера, Леор Бен-Клара, Рафаэль Бен-Клара, Хана Ципора Бат-Цара, Ида Бен-Хая Абива, Ефим Бен-Соня, Майя Бат-Фаина, Алексей Бен-Ольга, Гая Бат-Вадим, Маза Борса, Сгулай Ирина Бат-Ури, Арона Рея Бен-Ури, За хороший дух Арона Рея Бен-Двора, Дизь Бен-Ахума, Вигаль Бат-Цара, Хана Бат-Абрагам, Рафаэль Ари-Лей Бен-Лариса, Парасай Брют, Владимир Бен-Рая, Мой Шумен Маня, Марина Бат-Рая, Анна Бат-Александра, Борис Бен-Марина, Алексей Бен-Наталья, Всего хорошего Олегу Марченко, Всем браха, Параса, Каванам Мазал Ток, Что мы это время не грешили, Учили Тору, Всем желаю крепчайшего здоровья, И пусть скоро закончится Эта страшная война, И до следующих встреч, Надеюсь, Состоится завтра в 10.40. Шалом!